Еще одна проблема, которой можно совладать только имея внутреннюю дисциплину, это заставить себя становиться на отдых. Это очень тяжело, потому что часами, часами, часами человек едет по трассе, вроде чувствует себя прекрасно, а потом хлоп, и он валяется в канаве. Таких случаев масса, масса. И на больших, и на маленьких. Человек без определенного опыта, он не знает вот этот вот рубеж, вот эту точку, после которой он уже начинает засыпать. Это не так, как вот лег в койку, да, и ловишься и спички. Фиг. Оно все по-другому совершенно выглядит. Глаза открыты, да, ты едешь, рулишь, вот все, вот оно есть, ты же в сознании, вдруг бац, и ты уже без сознания, по факту. У меня по молодости было пару-тройки таких случаев, когда начинались галлюцинации. То есть едешь, вдруг там, смотрю, прямо в полосе, допустим, там, автобус стоит, из него люди выбегают, и мне навстречу бегут, машут руками, и оттиск-потискан. Резкое торможение, никого нету, купоньки, думаю, нифига себе. Вот это да, уснул за рулем. Как-то было тоже там зима, это было давно еще, на лесовозах я работал. Зима, то есть дорога, снег, лес, то есть все такое черно-белое, спектр такой. Смотрю, у дороги стоит дед с клюкой, с белой бородой. Стоит и смотрит на меня. Ну, я на краю, на лесовозе, скорость небольшая была. Подъезжаю ближе, вот же он, я его вижу, я понимаю, а я же в сознании все, я понимаю, что этого быть не может. Ну, не может этого быть. Я понимаю, что, ну, какой дед там стоит в сугробе, там, понимаешь, снегу там по уши, а он из этого сугроба торчит, с бородой же еще, с такой клюкой. Вот уже все, я подъезжаю ближе, я даже притормаживаю, глаза протер. Ну, не верю самому себе, думаю, нет, сейчас я выйду и все-таки посмотрю, что это. И вот, когда я остановился, открываю дверь, и вдруг смотрю, а это всего-навсего, интересно так, пень торчал, ветка какая-то такая, отломанная. И его так обмело снегом, и плюс солнышко поработало, и получилось действительно некое сходство такое. Плюс воображение, дорисовало, уставшее воображение, естественно, дорисовало там нужные детали ему, и глаза, и бороду там, и все что угодно. Вот такая ситуация была, то есть, это от усталости. Поэтому, почувствовать вот этот момент, вот эту точку, когда надо действительно заставить себя остановиться, очень тяжело, и приходит со временем, приходит с опытом, если жив, конечно, останешься. Редактор субтитров А.Семкин